Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о самом горячем противостоянии в мире электромобилей. Tesla против китайских производителей. Кто реально впереди по технологиям? У кого батареи лучше, зарядка быстрее, автопилот умнее? И самое главное, стоит ли уже сейчас смотреть в сторону китайских электромобилей? Tesla с 2012 года стала символом электромобильной революции. Model S задала тренд, Model 3 сделала электрокары массовыми, а сеть Supercharger обеспечила комфортные поездки. Но Китай сделал ставку на электромобили на государственном уровне. Огромные инвестиции, субсидии и поддержка производителей привели к тому, что за последние пять лет такие компании, как BIDE, NIO, XPENG, ZECKER, HONGKI обогнали конкурентов по темпам развития. В 2024 году BID впервые обогнал Tesla по объему продаж электромобилей. И это не случайность, китайцы зашли в сегменты, где Tesla вообще не представлена. Цены – главный аргумент. Tesla Model 3 в базовой версии стоит около 40-42 тысячи долларов. BYD SEAL – прямой конкурент Model 3 стоит 27-30 тысяч долларов. Более доступные модели BYD Dolphin, Seagull стартуют от 10-15 тысяч долларов. Tesla не предлагает ничего в этом сегменте. В Китае за цену одной Model 3 можно купить сразу два электромобиля BYD. И на практике это значит, что китайцы дают массовому рынку то, что Tesla пока не готова предложить. Здесь начинается самое важное. Tesla использует батареи формата 2170 и новые 4680. Делает ставку на высокую плотность энергии, чтобы увеличить запас хода. Но производство 4680 пока идет с задержками, а стоимость остается высокой. Китайские компании BYD разработал Blade Battery на основе литий-железо-фосфата LFP. Плюсы. Выше безопасность, низкий риск возгорания, ресурс в несколько тысяч циклов. Минусы. Плотность энергии чуть ниже, чем у никель-кабальтовых батарей Tesla. Котел, главный поставщик батарей в мире, тоже из Китая, делает Killing Battery до 1000 км пробега на одной зарядке. Практика. В Китае массово тестируют замену батарей за 5 минут. НИО. Tesla этого не внедрила. Ставка сделана только на быстрой зарядке. Сеть Supercharger. Одно из главных преимуществ. Более 50 тысяч станций по всему миру. Станции второго поколения до 250 кВт, третьего поколения до 350 кВт. Ограничения. Сеть пока не глобальная, за пределами США и Европы ее меньше. Китай, Xpeng G9 и Zikr 011 уже используют 800-вольтовую архитектуру, позволяющую зарядить батарею от 10 до 80% всего за 15-20 минут. В Китае есть станции на 480, 600 кВт, которые пока недоступны в Европе и США. НИО. Уникальный подход. Станции замены батарей. Заезжаешь на платформу, за 5 минут машина получает новый полностью заряженный аккумулятор. Практика показывает. В городе это не так критично, но для дальних поездок китайские решения зачастую удобнее. Тесла. Система Autopilot и FSD Full Self-Driving – лидер рынка. Работает в реальных условиях, обновляется по воздуху, учится на данных миллионов автомобилей. Ограничения – пока это ассистент водителя, а не полностью автономная система. Xpeng Navigation Guided Pilot. Аналог FSD работает не только на трассах, но и в городах. НИО Pilot – система помощи, которая хорошо справляется с пробками и перестроениями. У многих китайских машин интерфейс и мультимедиа богаче. Большие дисплеи, голосовое управление, интеграция с суперприложениями. На практике владельцы отмечают, что Тесла удобнее в США, где карты и алгоритмы заточены под местные дороги. А в Китае Soft Xpeng и НИО часто работают лучше в городских условиях. Владельцы Тесла ценят простоту, скорость обновлений, фирменный минимализм. Но жалуются на качество сборки и отделки, особенно в американских версиях. Владельцы китайских авто хвалят богатое оснащение, комфортные салоны, мультимедиа и качество материалов. BYD и Zikar дают премиум уровень за меньшие деньги. Минус там за пределами Китая сервисная сеть пока ограничена. Если вы живете в США или Европе, Тесла пока выигрывает за счет инфраструктуры и сервиса. В Китае выбор очевиден. Китайские электромобили дешевле, технологичнее и практичнее. В развивающихся странах китайцы заходят первыми, потому что Тесла туда не торопится. Эксперты прогнозируют, Тесла сохранит лидерство в премиум сегменте и в западных странах. Китайские бренды займут массовый рынок, особенно в Азии, Латинской Америке и Африке. Через 5-7 лет рынок разделится. Тесла – премиум, Китай – массовый сегмент. Итак, китайские электромобили догнали Тесла по технологиям и обогнали по цене. Тесла все еще впереди по программному обеспечению и инфраструктуре, но китайцы уже предлагают решения, которых у Тесла нет. А как считаете вы, купили бы китайский электромобиль вместо Тесла? Пишите в комментариях, давайте обсудим.